Радио 54 Первое. Областное радио Предлагают стать индивидуальным предпринимателем Потому что юридические лица, например, те же самые Крупные компании, которые работают с ними Не хотят их брать себе в штат В данном случае более простым будет Это как раз вот этот самозанятый А можно по цифрам? Сколько платит ИП И сколько платит самозанятый? Значит, здесь Даже не вопрос в цифрах Вопрос скорее Это точно выгода финансовая Но самое главное это Более простой учет То есть, значит Еще раз определимся Что Здесь доход учитывается У самозанятого Как от физического лица Полученный, так и от юридического лица Нет ограничений по поводу иностранных Вы можете получить денежные средства от иностранного предприятия От иностранного гражданина Различие идет в ставке Это 4% если денежные средства получаете от физического лица 6% если от юридического лица Плюс заключается в том Что у вас вообще нету никакой отчетности Вы не сдаете никакие декларации Вы не платите никакие Ни в пенсионный фонд Ни в страховые Нет, ничего вы не платите Еще более того За вас все расчеты делает налоговая инспекция Значит, если мы сейчас пойдем по порядку Я вам коротко постараюсь рассказать В чем концепция Да, расскажите Значит, есть определенные ограничения Но их достаточно много Я их не буду все перечислять Но основные По деятельности По деятельности и по объекту налогообложения Кто не может По деятельности, например, акцизы Кто занимается перепродажей И кто, ну в том числе, занимается, например, обслуживанием третьих лиц То есть это комиссионные договоры Агенты по продажам Значит, по объекту налогообложения Кто туда не подпадает Это продажа недвижимости Продажа автомобилей И если у вас, соответственно Если вы ИП имеете работников Вы не перейдете на него И вид деятельности Где вы являетесь работником Именно по этому виду деятельности Вы тоже не можете То есть если вы осуществляете, например, косметологические услуги Но вы не сами для себя работаете А работаете в каком-то салоне То, понятное дело, вы не сможете это на себя оформить Кстати, важный момент, друзья До 10.00 любой из вас может задать вопрос нашему сегодняшнему гостю На нашем ватсап Просто вопрос уже пришел Сейчас прочитаю 913-381-05-54 Поскольку тема, связанная с самозанятыми Для многих из нас пока темный лес Наталья спрашивает Алексей, доброе утро вам Самозанятые не платят страховые взносы Об этом мы уже сказали Считается ли им трудовой стаж? Нет, трудовой стаж не считается Потому что в пенсионный фонд платежи не осуществляются Вот это плохо Это неплохо Это говорит о том, что вы параллельно можете осуществлять деятельность Более того Значит, в чем еще плюс? Вы параллельно можете работать по трудовому договору Даже в отношении госслужащих нет ограничений Но единственное, что они, конечно, не всю деятельность могут Например, они в аренду сдают свою собственную квартиру И параллельно он вообще госслужащий Давайте приведем пример Вот прямо в отношении вас конкретно Вы сейчас работаете по трудовому договору Вам предложили, понравился ваш голос, вам предложили какое-то юридическое лицо, чтобы вы записали аудиоролик Либо же вам предложили поучаствовать в видеоролике То есть по видеозаписи, где вы будете участником видеоролика рекламного Юридическое лицо вам хочет заплатить, а оно вам заплатит Юридическое лицо ведет бухгалтерский учет Оно, конечно же, отразит эти расходы Если вы нигде это не отражаете Свои деньги Вам перечислили деньги на ваш счет То, значит, автоматически вы подпадаете под НДФЛ 13% Если вы никаких действий не совершаете А как вообще налоговая будет отличать, допустим, перевод от подруги И, в принципе, за какую-то мою постороннюю деятельность Я сейчас говорю, конкретная ситуация, юридическое лицо Юридическое лицо вам с юридического счета перечислило деньги из средства Вам на счет То есть не с личной карты на карту тебя бросили, понимаешь, да? И они у себя точно учет провели То, что граждане между собой, как это часто говорится, прячут основания для переводов Это всем известно Но здесь юридическое лицо, оно вам перечислить деньги со счета банковского Отразит у себя эти расходы Конкретно по направлению, которому они решили И этот платеж будет открытый теперь Значит, у вас остается либо промолчать Либо в соответствии с законом заплатить 13% Но это вам нужно будет оформить декларацию Либо самому разобраться, как ее оформить Либо обратиться в организацию, которая вам это оформит Она насчитает вам этот налог Либо самостоятельно рассчитать Либо попросить организацию заплатить ей за это И, соответственно, свою обязанность многоплательщика исполнить Либо же вы просто регистрируетесь в качестве самозанятого И уже, я дальше расскажу, как этот процесс осуществляется Оплачиваете налоги как самозанятый Значит, примеры Какие самые частые? Это вот оказание косметических услуг Как на дому, так и не только Налоговая говорит о том, что не обязательно это осуществлять на дому Вы можете, конечно же, и снять в аренду и место в торговом зале Или отдельно где-то какое-то помещение занимать Услуга по перевозке пассажиров и грузов Сдача квартир в аренду в найм Соответственно, фото-видеосъемка на заказ Проведение мероприятий каких-то Юридические консультации, бухгалтерские услуги Значит, вот это строительные работы, ремонт помещений Это очень часто так и вещи связываются Вот это основные перечени, которые поэтому могут быть Есть четыре способа Сразу же говорю, чтобы исключить все вопросы Налоговая инспекция, сотрудники налоговой инспекции говорят, что постоянно с этим обращаются Бумажный вариант регистрации невозможен То есть нет такой функции, когда вы берете документ какой-то Идете куда-то в налоговую, нет смысла даже в налоговую ходить с этим Только электронная регистрация Четыре варианта Первый вариант это скачать приложение Называется приложение «Мой налог» В Google Play для андроидов Либо, соответственно, App Store Это специальное приложение, разработанное именно налоговой инспекцией Именно исключительно для обслуживания данного налога И данных налогоплательщиков Да, это все бесплатно Значит, регистрация таким способом очень простая Вы заходите, соответственно, это скачиваете Заходите, устанавливаете аккаунт, определяете пароль Фотография нужна паспорта своего И либо вы заканчиваете свою фотографию, уже готовую Либо делаете там селфи То есть, свою фотографию, все, на этом заканчивается Вся регистрация Значит, второй вариант это через веб-кабинет То есть, через интернет, через компьютер Вы заходите также на «Мой налог», но уже на страничку сайта Там похожая регистрация Тоже вы осуществляете регистрацию через аккаунт, через пароль Регистрируете свои данные, вводите туда, зарегистрировались Третий вариант это через госуслуги Если вы уже зарегистрированы в госуслугах Один из самых простых вариантов Вы заходите через госуслуги, осуществляете Все уже данные в налоговой есть, соответственно, по вам Вы просто себя привязываете, свой аккаунт создаете, все, вы зарегистрировались Четвертый вариант для людей, которые боятся, либо не сильно понимают в электронике, не очень понимают в приложениях или вообще никогда с этим не сталкивались. Вы можете обратиться в уполномоченные банки. Ну, так скажем, есть ряд банков, которые, в список их есть налоговая инспекция, ну, это из пятерки самых известных наших банков, которые могут проводить эти операции и по регистрации тоже. Я бы, кстати, многим рекомендовал именно таким путем пойти, сейчас объясню почему. Вы идете в этот банк, открываете, допустим, сразу же счет, сразу же просите их, чтобы они совершили действие по регистрации в качестве самозанятого и сразу же им поручаете осуществление налоговых платежей своевременных. То есть, когда придет время, чтобы вы не следили за этой ситуацией, не ставили себе будильники на конкретную дату платежа, а сразу даете поручение банку, чтобы он осуществлял платежи. То есть, автоматически все происходит? Да, чтобы он автоматически это делал. По аналогии, все, кто пользуется онлайн-банком, вы ставите какой-то автоматический платеж. Это коммунальные услуги или оплата мобильной связи, или, не знаю, детям своим перечисляете деньги. Вы поставили эту галочку, и она постоянно делает этот платеж. Здесь аналогичная ситуация. Вот четыре варианта, как это можно сделать. Одним из плюсов является то, что вы сможете получить справку из своего приложения, своего личного кабинета о доходах, и можете ее как раз представить в любую кредитную организацию или по месту требования. Это хороший плюс для получения, например, кредита, ипотеки и так далее. Если вы, например, берем пример, имеете одну работу по трудовому договору, и, например, сдаете объект недвижимости, ну, предположим, 15 тысяч в месяц вам платит квартиросъемщик, то, соответственно, если вы представите и справку из своего приложения, своего личного кабинета о своих доходах, и, например, 2НДФЛ, то кредитная организация принимает это как нормальное подтверждение. Вот это очень важный плюс. У вас есть полноценный документ. Это очень хорошее подтверждение. Хороший вопрос, пришел на WhatsApp. Преимущества, можно прям по пунктам оформления самозанятости? Одно из преимуществ Алексей сейчас озвучил, да, что можно действительно легко получить официальную документацию для предоставления в кредитную организацию. Вот, Алексей, можно по пунктам? Что еще? Вот очевидно и абсолютно, чтобы мы понимали, да, ну, давайте будем честными друг перед другом, да, нам нужно честно для самого, самому себе ответить на вопрос, мне это вообще зачем нужно? Ну, помимо соблюдения налогового законодательства. Это все понятно. Первое, да, это официальная документация для предоставления в кредитную организацию. Что еще является преимуществом? Так, первое, это нет отчетов и деклараций никаких. Все происходит электронно, автоматически само приложение все считает. Все считает само. И налоги оно само считает, и квитанцию оно само формирует, и требования по оплате оно само вам прилетает и уведомляет вас. Чек формируется в приложении. То есть, когда вы взаимодействуете с физическим лицом, либо с организацией, автоматически само приложение этот чек делает. Можно не платить страховые взносы никакие. Значит, здесь, соответственно, является легальным доходом без специального оформления ИП. Вам не нужно дополнительно идти оформлять ИП, не нужно сдавать декларации, не нужно какому-то специалисту платить, чтобы он рассчитал все доходы, расходы, учел это все, и определил, сколько налогов вам заплатить. Все автоматически делается ежемесячно. Радио 54 Первое. Областное радио.